Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы Это событие, которое открыло новую эру в человеческой истории Это событие, которое легло в основу очень больших перемен Кстати, сегодня очень нередко мы слышим упоминание слова «кризис» Люди обычно используют это слово, не зная его прямого назначения и смысла А кризис – это и есть перемена Античное понимание слова «кризис» и означало перемену Причем не обязательно к худшему Итак, мы живем во время кризиса, это несомненно Значит, мы живем во время перемены И вот возникает вопрос Что это за перемена? Очень многие исполнены страха за свою жизнь, за свое здоровье И у этих страхов есть, конечно, основания Всемирно распространяется страшная инфекция Причем действительно она охватывает не какие-то регионы или страны Она охватывает всю Вселенную Это глобальная напасть Таких в истории не было Самые страшные эпидемии поражали народы, большие, малые, даже континенты Но всегда в мире были спасительные места Где была гарантия не заболеть и не погибнуть Сегодня практически таких мест нет Потому что мы перед лицом глобальной инфекции И один этот факт Поставляет переживаемое наше время В особое историческое пространство Мы должны все очень серьезно задуматься Что означает эта вселенская напасть Что означает Это болезнь, от которой нигде нельзя укрыться Бог посылает болезни в наказание или в исправление А иногда одно связано с другим Вот очень важно, чтобы эта болезнь Этот страх смертный Послужил всем нам В исправлении Мы в конце концов должны осознать Ту истину, которая очевидна Для человека, живущего по законам веры Но которая совершенно не очевидна для людей, не верующих Настал их час задуматься А что же это за истина? А истина в том, что Бог Творец мира От него зависит человеческая судьба Ну, казалось Грандиозное развитие науки Начавшейся в конце 19-го Захватившего весь 20-й век Начало 21-го века Это время утверждения Автономии человека В том числе и от Бога Мы все можем Мы великие и сильные Мы в центре мира Человек в центре бытия Кстати, ничего нового И в античной древности Провозглашался человек в центре бытия Но тогда людей называли богами Но они были простыми людьми Со своими страстями Они любили, гневались Интриговали друг против друга Но именно таких людей Античное религиозное сознание Поставило в центр своей духовной жизни Мы знаем, что и в христианскую эпоху Наступил период Когда было возрождение античной культуры Так называемая эпоха возрождения Самая большая опасность В той эпохе была в том Что снова человека Поставили в центр бытия И затем уже Последующие идеологии Бережно сохраняли Это центральное место человека Во вселенной Человек это звучит гордо Каждый, кто изучал Творение Русско-советского писателя Горького Помнит эти слова Которые, по крайней мере, Школьники моего поколения Выучивали Человек это звучит гордо Потому что нет Никакой другой силы Которая была бы в центре Человеческого бытия И вот эта Антропоцентрическая цивилизация Которая поставила человека в центр Вытеснив Бога Из этой жизни Сместив его из центра На периферию бытия Совершила страшную ошибку А почему? А потому что человек Это приходящее явление У человека меняются вкусы Нравы Обычия Убеждения Даже система Нравственных ценностей Меняется И вот эта переменчивая Составляющая Не может обеспечивать Духовного преемства поколений Не может обеспечивать Целостность человеческой жизни Потому что только Бог Неизменяем Только в Боге Абсолютная истина В нем абсолютная правда И если он в центре Человеческого бытия То задача человека Заключается не в том Чтобы бороться с Богом И вытолкнуть его из центра Но чтобы принять его В свое сердце И в свой разум И через это Стать центром Человеческого общежития В котором должен быть Новый человек Живущий по Божьему закону Устрояющий жизнь По этому закону Когда сегодня Еще раз хочу сказать Нам говорят о кризисе Мы должны помнить Что кризис Это перемена И вот от нас Будет зависеть Это перемена К лучшему Или к худшему Если мы будем Впадать в панику Терять человеческий образ Если даже эти Сложные обстоятельства Жизни Не приведут нас К Богу Если мы В очередной раз Потеряем шанс Стать Народом Божьим Тогда мы Подпадаем Под власть Этих человеческих Кризисов Под власть Переменчивого человека Который сегодня Формулирует Одни ценности Идеи Завтра другие И очень часто Начинает Подавлять Ближних своих Чтобы только Те ценности Идеи Которые он Провозглашает Стали ценностями И идеями Других людей Сколько же еще Должно быть Испытаний Сколько всего Еще должно прожить Человечество Чтобы уяснить Простую истину Отказ От Бога Немедленно Поставляет В центр Бытия Человека С его Несовершенством С его Переменчивостью С его Грехами С его Выборами Политическими Духовными Культурными И невозможно Объединить Род Человеческий Вокруг Этого Сверхчеловека Потому что Всегда Найдутся Другие Которые Скажут Я хочу Быть на этом Месте И ведь История Учит нас Что так Оно И было История Знает Кровавые Перевороты Когда Некие Лидеры Часто Очень Вдохновенные И Харизматичные Пытались Занять Центральное Место В жизни Людей А потом Находились Другие И которые Свергали И так До бесконечности Мы живем В эпоху Перемен Это и Есть Кризис Но От нас Будет Зависеть Это Перемены К лучшему Или к худшему Для того Чтобы перемена Стала К лучшему Мы должны Вспомнить О том Что Человек Богом Создан И в центре Жизни Человека Должен Быть Бог С Его Законом Праведным Непогрешимым Законом Исполнение Которого Приводит Человека К подлинному Счастью Не только В его Личной Сокрытой А других Жизни Но в построении Общественных Отношений Отношений Между Человеком И природой Отношением Человека И космоса Если В центре Бог То ничто Не дает Право Человеку Разрушать Окружающий Его Мир Следствием Которого Являются Катаклизмы Эпидемии Личное И общественное Несчастье Да поможет Всем Нам Господь Воспринять Этот Кризис Еще раз Скажу Лучшее Время Перемен Которые Должны Стать Переменой К лучшему Для каждого Из нас Для народа Нашего Для Всего Рода Человеческого Ну а Если Не Воспользуемся Этой Возможностью Еще И еще Раз Наступим На грабли Как говорит Наша Пословица Дай Бог Всем Нам Сегодня Проникнуться Мудростью Попытаться Открыть Сердце И ум Навстречу Богу Даже Тогда Когда Мы Не Воспитаны В религиозных Истинах Когда Нам Казалось Что Вера Это Что-то Очень Далекое И чуждое Что это То Что Принадлежит Прошлому Дай Бог Осознать Что Вера Принадлежит Вечности И Прошлому И Настоящему И Будущему И Она Соединяет Нас С Богом Который И Есть Господин История А потому Сегодня Мы Все Молимся И Просим Господа Чтобы Он Простил Грехи Наши Чтобы Поддержал Он Нас Народ Наш И Весь Род Человеческий В Это Тяжелое Время Дал Возможность Увидеть И Понять Пути Его Промысла Дал Бы Возможность И Умом И Сердцем Почувствовать Его Присутствие И В жизни Нашей И В жизни Рода Человеческого И Во всей Человеческой Истории И Тогда То Что мы Называем Кризисом Нынешним Временем Перемен Будет Кризисом Во Благу Перемену К Лучшему Об этом Мы должны Все Сегодня Молиться И Концентрируя Свою Волю И Свои Силы В том Числе И Стараясь Делать Все Для того Чтобы Не Содействовать Распространению Инфекции Управлять Своими Поступками Так Чтобы Не Носить Вред Себе И Отружающим Все Мы Могли Бы Выйти Из Этого Испытания Совсем Другими Сильной Верой И С ясным Пониманием Того Что Бог И Есть Господь История Пусть Именно К этому Радостному Светлому И Вдохновляющему Будущему Предрасположится Сердца И Умы Народа Нашего И всех Людей Чтобы Приняв Бога В сердце Мы Могли Действительно Устроять Тот Мир В Котором Бы Грех Стал Небольшим Небольшим Островком В Океане Любви Аминь Небольшим Светлому Действительности Небольшим Небольшим Действительности